Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В этом году уровень безработицы в Якутии достиг исторического минимума и снизился до рекордных 5,8%. Наблюдается увеличение показателя занятости населения. Республика занимает одно из лидирующих мест по уровню занятости на Дальнем Востоке. В ряду подобных мероприятий большое внимание уделяется общественным работам на местах и организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время. Наша гостья в студии Марьяна Заравняева, руководитель отдела активной политики, занятости и государственного контроля Госкомитета занятости республики. Марьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Госкомитетом занятости в этом году проводится конкурс среди муниципальных районов и городских огруков «Трудовое лето 2023». Расскажите об этом конкурсе подробнее. Действительно, в этом году мы впервые совместно с Министерством образования и науки проводим такой конкурс в селях трудового воспитания подрастающего поколения. Конкурс называется «Трудовое лето 2023 среди муниципальных образований и городских округов». Основными критериями при данном конкурсе являются трудоустройство детей в рамках государственной программы «Содействие занятости населения», в рамках муниципальных программ, за счет работодателей. И пятый критерий – это участие именно работодателя в наших муниципальных образованиях, в наших мероприятиях, службы занятости населения. Конкурс проводится все лето. В августе мы объявим конкурс, только-только прием заявления объявим. И очень хорошие призы у нас, обращая внимание муниципальных образований. За первое место это 15 путевок, лагерь «Сосновый бор», за второе место 10 путевок. И за третье место 5 путевок. И данные путевки должны разыгрываться именно среди детей, которые были трудоустроены в это летнее время. Это нам помог Министерство образования и науки. Думаю, что и муниципальное образование, потому что я обязательно ожидаю, чтобы дети были заняты летом, будут активно участвовать в данном конкурсе. Да, инициатива очень хорошая. Интересно посмотреть, что будет по итогу конкурса. Ну как раз давайте поговорим о трудоустройстве несовершеннолетних, от 14 до 18 лет. Когда они не заняты учебой, как организовывается их трудоустройство? У нас установлен норматив Министерством труда России. 10% от численности детей от 14 до 18 лет обязательно должны быть трудоустроены службой занятости населения. 10% по данным Сахая-Якутия-Стат у нас более 53 тысяч детей, и мы должны охватить 5300 детей. Но в этом году мы охватываем 5,5 детей. У нас на это предусмотрено средства из государственного бюджета Республики Сахая-Якутия. Это 39 миллионов. И в том числе 6,5 миллионов у нас пойдут на трудоустройство 105 детей в оленеводческих хозяйствах. Это тоже наше уникальное республиканское мероприятие. Но в рамках мероприятия Организации временного трудоустройства у нас выплачивается центрами занятости материальной помощи более 5900 рублей именно ребенку. Заработная оплата обязательно самостоятельно выплачивается работодателям. И оно должно быть не ниже минимального размера оплаты труда в зависимости от возраста ребенка. У нас трудовым кодексом установлено, что ребенок от 14 до 16 лет должен работать не более 5 часов. И ребенок от 14 до 18 лет не более 7 часов в неделю. А что значит оплачиваемые общественные работы? Что это вообще в целом и какую цель преследует? Оплачиваемые общественные работы это очень полезное мероприятие, потому что оно должно идти как удовлетворение потребностей республики и работодателей на организацию работ, носящих времен и сезонный характер. И вторая цель это сохранение мотивации к труду у граждан, которые длительное время не работали, либо вообще не имеют опыта работы. Центры занятости при отборе работодателей обязательно смотрят наличие у работодателя направленности деятельности. Она должна быть обязательно общественно полезная. Также имеющиеся финансовые средства у работодателя. И, конечно же, мы отслеживаем и трудоустройство. Все-таки должна быть оценка, что после временных работ человек может быть трудоустроен на постоянное рабочее место. И у нас по итогам мониторингов более 20% после общественных, это временные работы, трудоустроятся на постоянное рабочее место. То есть вот эти оплачиваемые общественные работы это для широкого пользования граждан, не обязательно несовершеннолетние? Да, но это взрослые граждане. Взрослые граждане. А какие региональные меры поддержки для работодателей, трудоустраивающих, безработных и незанятых граждан существуют? У нас в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Саха и Якутия» реализуется с 2012 года. Уникальное республиканское мероприятие. Данное мероприятие направлено на предоставление субсидий работодателю, на финансирование работ. Именно на организацию общественных работ и затрат на заработную плату, страховые износы. Но наш бюджет, правительство наше возмещает затраты именно для работодателей, которые организуют работу в сельской местности. У нас выплачивается минимальный размер оплаты труда, страховые износы, районный коэффициент и северная надбавка. И период работ 2 месяца. Это все наши республиканские мероподдержки. Если говорить про федеральные, то какие там дополнительные еще? С 2022 года правительством Российской Федерации была принята мера, направленная на снижение напряженности рынка труда. Это дополнительные мероприятия, организации общественных и временных работ. Мы в прошлом году тоже участвовали. В этом году нам выделено всего 39 миллионов. 38 миллионов на общественные работы и около 1 миллиона на временное трудоустройство работников, организаций, находящихся под риском увольнения. У нас сейчас отборы все проведены. И по итогам отборов определены 78 работодателей на трудоустройство, 418 человек. Из них 10 человек, это организации, у которых работники находятся под риском увольнения, 10 человек. По общественным работам у нас 77 работодателей. На 408 человек. Вы уже упомянули про снижение напряженности труда в республике, да, вот это вот мероприятие. Все ли организации могут принять участие в этой программе? Это как раз предоставление субсидий. И соответственно, бюджетным законодательствам в нем участвуют организации, за исключением все организации, за исключением государственных бюджетных учреждений и, конечно, индивидуальные предприниматели. Субсидии, как я сказала, направляются на финансовое обеспечение затрат на заработную плату. Но тут у нас, так как это федеральная мера, финансируются МРОД, страховые износы и районный коэффициент без северной надбавки. И на одного работника это составит около от 30 до 40 тысяч рублей. Период работ до трех месяцев. Ну, это хорошая мера. У нас пользуются почти все работодатели, участвуют, несмотря на то, что соглашение у нас подписывается в электронном бюджете. Это новая мера, с прошлого года принята. И имеет очень большую заинтересованность. Но так как у нас сейчас все финансирования, планы все выполнены, хочу сказать работодателям, что продолжается у нас уже третий год. Федеральная программа субсидирования найма работников. Также из федерального бюджета предоставляется субсидия. Тоже один МРОД, северные износы, плюс районный коэффициент. Только там у нас после первого месяца выплачивается один МРОД, после третьего месяца трудоустройства гражданина и после шести месяцев. Обязательно работодатель должен предоставить вакансии. И через нашу единую цифровую платформу «Работа в России» труд7.ру заявление, что он участвует в данной программе. Центры занятости помогут направить безработных граждан для трудоустройства. И далее уже субсидия предоставляется фондам, социальным фондам России через личный кабинет страхователя, работодателя. Он подает после истечения одного месяца заявление через личный кабинет. И выплачивается ему субсидия без лишних документов. Тоже очень хорошая программа. Да, действительно, программы все очень хорошие. Мы уже поговорили о части субсидий разных программ. А хотелось бы еще поговорить про субсидии программы на организацию общественных работ и временной занятости. Вот сколько там размер субсидий? Да, размер субсидий составляет 1 мрот, плюс страховые износы и районный коэффициент тоже от 30 до 40 тысяч рублей. Это хороший размер субсидий, да. И по временным работам, это тоже находящийся под риском увольнения, дополнительно выплачивается 10 тысяч на материально-техническое обеспечение работника именно во время проведения данных работ. А в каких районах нашей республики приняло участие наибольшее количество граждан в общественных работах? И что в целом в себя включает вот эти общественные работы? Ну, по реализации дополнительных мероприятий у нас очень активно принимает участие город Якутск. И, например, у нас Саха-Нефтегазбыт стал участником нашей программы и будет трудоустроить 62 человека на общественные работы. В Алданском районе у нас принял участие АО КМНС «Хатстыр». Будет трудоустроить 20 безработных граждан на общественные работы. Вот «Хатстыр» хочу отметить, что они еще приняли участие у нас в отборе на организацию летней занятости в оленеводческих хозяйствах. Очень активно и можно похвалить данного работодателя, что сотрудничает с нашей службой занятости Алданского района. Ну и, конечно же, у нас в Тампонском районе, Мильницком и Кобяйском районе очень активно работодатели приняли участие в дополнительных мероприятиях. Марьяна Викторовна, у нас сейчас идет год труда в республике. Какие мероприятия, которые вы проводите, вы можете отметить и рассказать о них? Ну, в год труда у нас идет республиканская конкурс среди муниципальных образований. Но у нас также принят ведомственный проект в год труда. И у нас также реализуются проекты. Это труд без границ для граждан-инвалидов по зрению. У нас его проводят в городе Якутске. Мы должны трудоустроить 10 инвалидов по такой болезни. Также у нас проводятся центры занятости рядом. Но это у нас, чтобы центры занятости охватили услугами населения отдаленных труднодоступных пунктов. Ну и, конечно, у нас очень много мероприятий там и наставничества. Сейчас у нас проходит в этом году впервые Всероссийская ярмарка вакансий. Оригинальный этап у нас прошел 14 марта. И вот сейчас готовимся к федеральному этапу. Будет 23 июня. И, ну, надеемся, тоже работодатели примут участие. Но я сейчас хочу сказать, что именно в мае начинаются акции по трудоустройству несовершеннолетних. Во всех центрах занятости будут проводиться мероприятия. И в городе Якутске у нас, к сожалению, работодатели очень слабо участвуют. И призываю принять участие. 19 мая офис «Моя работа» проводит семинар для работодателей на Петра Алексеева, 6-1, 4 этаж, актовый зал с 15 на 0 часов. И 1 июня будет проведена ярмарка вакансий тоже по городу Якутску. Но это я крупно и говорю. И в каждом муниципальном районе центры занятости обязательно в мае и в начале июня проводят ярмарки вакансий для несовершеннолетних. И 21 мая у нас по всей России отмечается День защиты от безработицы. Мы сейчас будем проводить с 22 по 24 мая тоже акцию. И во всех центрах занятости будут проведены Дни открытых дверей, предоставление консультаций по нашим государственным услугам. Ну, мероприятий очень много у нас. Да, действительно, мероприятий у вас очень много. Спасибо, Марьяна Викторовна, за то, что вы пришли, ответили на все наши вопросы. Желаем реализации всех ваших мероприятий и хороших результатов. Спасибо большое. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.